Так, ребята, как с домашним заданием? Есть какие-то вопросы у вас? Свертку нужно было делать. Свертку в типовике, да, нужно было делать. А не в типовике, а просто там плюс свертка было написано, это разобраться со сверткой. Ну, разобраться, да, с примером. Вот как раз хотела тогда начать, давайте мы решим один примерчик здесь на свертку. Значит, тензор у нас будет с вами альфа типа 2.1. Соответственно, тензор задан своей матрицей. Матрица у нас такая. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 9, 8, 7, Так, 4, 5, 6, 1, 5, 9, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 8, 7, 6 и 3, 2, 1. Так, задан своей матрицей. Найти свертки. И, т, к, т. Альфа, и, т. Ж, и, т. Пробуем решить. Пять минут вам надо подумать, потом будем разбирать, что надо написать. Так, народ подтягивается. Хорошо. Так, вновь прибывшим. Тензор дам свертку найти. Пять минут, но подумать. Так, вновь прибывшим. 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 Ищем свертку от Тензора. Если есть вопросы, спрашивайте. Продолжение следует... Так, слышно меня, ребят? У меня тут связь что-то пропала куда-то. Да, да, слышно. Нормально, да? Хорошо, ну что, давайте посмотрим. Значит, у нас с вами Тензор. Два раза К-вариантный, один раз контур-вариантный, да? И, соответственно, индексы у него два внизу. Два наверху, да? Один наверху. И G и K. Соответственно, первый у нас индекс всегда отвечает за что? За что первый индекс отвечает? За строку. Второй у нас всегда это что? Столбец, да? И третий у нас всегда слой. Поэтому вот у нас здесь K равно единичке, это наш первый слой. K равно двоечке, наш второй слой. И K равно троечке, наш третий слой. Тогда и G, это обычные наши матричные координаты, да? И строчка, G столбик. Итак, значит, смотрите. Мы с вами берем первую свертку. И мы должны понимать, что в результате нее получится. Какой объект в результате нее получится? Какой тензор? Строка получится. Точно, получится строка. Потому что у нас, да, в итоге после свертывания по И у нас пропадут верхний, вот этот нижний индекс, останется только K. А эта запись внизу у нас, соответственно, тензор, получается, будет типа 1,0, да? В результате на выходе наш тензор бета, это будет тензор типа 1,0. У него останется только одна координата внизу. Значит, эти координаты мы теперь должны посчитать. Поэтому мы берем по слоям. Если мы берем первый слой, K равно единичке, да? То получается, что мы должны посчитать сумму альфа итого итого первого по И от единицы до трех. Ну, а поскольку первый слой – это у нас двумерная матрица, не считая вам суммирование по Итому, то на самом деле это получается трес. След нашей вот этой матрицы А1, нашего первого слоя. Вот эта матрица у нас А1, здесь у нас матрица А2, а это у нас матрица А3. Получается просто сумма диагональных элементов. Поэтому первый вариант, ответ у нас 11. Получилось у вас? Рот, если можно, реагируйте как-то. Мне же вас дошло. Да, получилось. Получилось, хорошо. Дальше вторую матрицу считаем, да? Соответственно, тоже по диагонали у нас получится к вами 13. И вот третья матрица по диагонали у нас 15. Ну, вот мы нашли с вами, соответственно, свертку. Первую, да? Вторую теперь, если берем гамму у нас с вами. Альфа ит, жи, и. То здесь, соответственно, у нас останется после свертки вот эта матрица. Так, что-то у меня, ребята, сегодня связь все время слетает. Поэтому вот, не знаю, как-то сегодня не очень. Так, ну, вроде обратно подключились. Значит, тоже тензор 1.0. И теперь здесь у нас чуть-чуть, да, более сложная получается конструкция, потому что жи отвечает за столбик. Правильно? Теперь мы должны, значит, будем фиксировать жи, равное единичке, то есть в нашей матрице. Если я фиксирую жи, равное одному. Так, я не шаг писать сейчас. Секунду, мы две внизу. Жи, равное одному. Да, то это вот эти вот объекты у нас. Вот, например, для жи, равного единичке. Да, я хочу посчитать сейчас наш элемент. И, соответственно, у меня здесь еще вопрос какой-то. Не услышала. Что-то кто-то сказать хотел. Так, если жи у нас равно единичке, то мне нужно просуммировать теперь альфа и т, первое и т. по и от одного до трех. То есть получается, что... Так, опять что-то у меня, не знаю. Со съездью сегодня, короче, беда какая-то. Будет все время, видимо, вылетать. Ну, хорошо. Значит так, меня слышно? Рот? Да, вас слышно. Все слышно, хорошо. Просто я извиняюсь, я буду пропадать. Что-то у меня, говорю, сегодня со связью вообще прерывается все время. Или, не знаю, в зуме какие-то проблемы. Так, значит, что у нас получается? Теперь мы должны тогда по первым столбикам взять элементы, у которых строка совпадает с номером слоя. То есть получается, что здесь мы тогда с вами возьмем единичку, здесь мы с вами возьмем тогда двоечку, а здесь мы тогда возьмем троечку. То есть вот такое идет у нас как бы суммирование. И тогда что у нас получится в этом случае? 1 плюс 1 плюс 3, получается у нас с вами 5. Ну, так по остальным столбикам. Берем дальше второй столбик. И опять та же самая картина. Во втором столбике мы опять должны будем взять, соответственно, двоечку, пятерочку и здесь двоечку. Получится у нас сколько? 9, да? Вот. И в последнем случае мы берем троечку, пяточку и единичку. Получается 13. Ну, вот такая у нас конструкция. Значит, то, что у вас было в типовике. Там в основном проблема возникает, да, с первой сверткой, потому что там как бы йод, который наверху индекса остается, там у вас что-то, по-моему, вот в таком духе, да? Какая-то такая свертка, по-моему. Ну, вот йод, который отвечал за столбец, после того, как вы свернете, останутся вот эти два индекса. То есть получится у вас B, йод, ка, да. То есть, соответственно, то, что в матрице альфа отвечал за столбик, в матрице бета они будут писаться в строку. Вот. Поэтому получается, вот, еще раз говорю, вы должны следить за вашими новыми индексами, потому что то, что у альфа это был номер столбца для нового тензора, это уже будет номер строки. Ну, а это уже получается там номер столбца. То есть вот такие вещи как бы нужно отслеживать. Есть вопросы по свертке? Нету. Хорошо, раз ни у кого нету, идем тогда дальше. Тогда сегодня у нас, ну, нам нужно с вами разобраться, будет сейчас с транспонированием, операцией альтернирования, симметрирования тензора. У меня очень большая просьба, поскольку понятно, что вы сейчас все сидите дома, и вот самодисциплина – это достаточно тяжелая вещь, все-таки чтобы вы какие-то, ну, какую-то лекцию, которую я говорю для практики, все-таки немножко смотрели, чтобы мне заново совсем уж что-нибудь не пересказывать, это да, моя Ева, да. Кое-что я, конечно, вам все равно напомню, но вот все-таки, пожалуйста, у меня бдительная просьба, как бы это ни было тяжело морально, пытаться лекции смотреть, читать, чтобы потом мне казалось, что все это у вас выросло в большой ком снежный. Итак, давайте, значит, у нас с вами операция транспонирования. Что это такое? Это вообще не понятие транспонирования для матрицы двумерной. Значит, транспонирование у нас с вами идет либо по верхним индексам тензора, либо по нижним. В теории мы пишем все для нижних. То есть был у нас вот такой исходный тензор типа ПКУ. А получаем тензор, который мы записываем в сигма-альфа, где сигма – это перестановка. Так, сейчас. Испать чисел, раз мы говорим сейчас про нижние индексы. Значит, тогда бета, его компоненты, они, соответственно, задаются через альфа. Но тензор альфа преобразуется по вот этой вот перестановке. Тогда мы говорим, чтобы это получим транспонированием тензора альфа по перестановке сигма. Значит, в таком варианте это идет работа с матрицей тензора, с его коэффициентами. Ну, а если вам сказано найти значение тензора на наборе векторов, из пространства В, да, раз мы сейчас про нижние индексы говорим, то в этом мы пишем. От векторов. Дальше там у нас идут это. Из пространства В со звездочкой. Но еще раз говорю, относительно них ничего не меняется, у нас работа идет с нижними индексами, поэтому важно будет для вот этих первых по вектору. То тогда можно, соответственно, у нас доказано, что достаточно просто переставить эти вектора в соответствии с перестановкой сигма, как аргументы тензора альфа. То есть в этом случае задача чуть попроще получается, потому что матрицу пересчитывать сложнее, а в этом случае все получается проще. Вектора это мы при этом с вами не трогаем. Они как были, так и есть. Ну вот то, что нужно из теории знать, почему это так, надо посмотреть. И теперь давайте будем разбираться с примерами. Значит, у нас есть с вами два подхода для выяснения подстановки. Давайте начнем, наверное, с такого примера. Так, пускай у нас с вами тензор альфа будет типа 3.0. Значит, сейчас во многих задачах у нас на месте второго индекса будет 0, потому что, еще раз говорю, относительно него все равно никаких преобразований не происходит, а в то же время запись загромождается. И содержательные примеры, и так, да, большая размерность, слишком это мы не можем себе позволить, потому что это мы спишем в листы бумаги. Поэтому у нас, как правило, вообще отсутствует сейчас верхний индекс в этих задачках. Значит, задан своей матрицей. Матрица у нас такая. так, и сказано, найти бета, полученный транспонированием тензора альфа, если б и ж к, альфа, это а и к ж. Ну, вот такая вот как бы задача, да. Значит, здесь важно понимать, что куда транспонировать, кто с чем меняется, да. Значит, у нас, чтобы построить вот эту нашу матрицу, нам нужно произвести преобразование с тензором а. Задачка иногда формулируется в терминах перестановки сигма, то есть бета получен перестановкой сигма. Не вот так вот, как у меня записано уже через индексы, да, а пишут сигма. Вот вопрос к вам. А какая же здесь тогда перестановка сигма? У кого есть идеи, говорите. 1-3-2. 1-3-2, правильно. Здесь перестановка 1-3-2. Значит, чтобы разобраться вот с такими соотношениями, да, что к чему и не запутаться, то проще для себя просто подписать. Это у вас йод первый, это у вас йод второй, это у вас йод третий. То есть при записи нашего бета у нас упорядочены индексы у йод. А вот здесь у нас должна быть такая перестановка. Но тогда получается, что здесь у нас йод первый, здесь у нас получился йод третий, здесь получился йод второй. Ну и вот, соответственно, наша перестановка тогда 1-3-2. Поэтому у нас бета получен из альфа. Вот такой перестановка 1-3-2. Дальше вот в таких задачах, когда вы работаете матрицей, перестановку разбивают на простейшие транспозиции. Если она в общем случае достаточно какая-то сложная, длинная, ведь можно, в вашем принципе, да, не обязательно она из трех элементов состоит. Почему разбивает на транспозиции? Потому что транспозиция – это перестановка двух индексов. А перестановка двух индексов – это перестановка обычной двумерной матрицы. Поэтому эта задача для нас простая, и мы ее умеем делать. И вот такую сложную задачу о перестановке, какой-то более сложной, мы разбиваем на простую. Ну давайте посмотрим, значит, у нас исходное, да, 1-2-3 было альфа и жи-ка. Мы хотим теперь получить из него альфа и ка-жи, то есть у которого переставлены на самом деле вот в таком порядке наши индексы. Перестановка произошла. То есть, по идее, это у нас уже как бы новый наш какой-то будет тензор альфа с волной. Ну, в данном случае это наш бета. Кстати говоря, нам неправильно будет говорить. Давайте альфа с волной пока не будем вводить, просто будет бета. Так, это наш бета, который мы с вами хотим получить. Значит, что же у нас произошло? У нас произошло, было 1-2-3, а стало у нас 1-3-2. Правильно? То есть мы сейчас вроде бы как из этого должны перейти сюда. Но вот на самом деле это неправильно, потому что в этом случае мы как бы получается переставляем бета. Поэтому на самом деле, когда мы строим нашу перестановку, мы сейчас вот из этих ИЖК, то есть берем нашу матрицу, альфа, ИЖКТ, и мы хотим сейчас из нее, так, неправильно опять написала, сейчас, секунду. вот она у нас, ИКЖ, и хотим получить из нее упорядоченную, да, то есть чтобы у нас были переставлены у нее элементы в нужном порядке, то есть получится ИЖК, тогда мы получим матрицу нашу бета. Вот, то есть мы должны прийти вот к этому нашему свойству, сейчас получить нашу бета. То есть это как бы мы ее вот переставляем. Так, что тогда у нас происходит? Получается, что чтобы получить вот такую запись наших индексов, мы сейчас с вами должны поменять второй и третий индекс местами. тогда, то есть вот эти два индекса меняются, а этот у нас с вами стоит на месте сейчас. Значит, мы у каждой нашей матрицы должны извлечь, зафиксировав И, соответствующий слой, двумерный называется, и его транспонировать. То есть возьмем И равные единичке и извлечем соответствующий слой. Что у нас получится? У нас будет, если И равно единице, то это то, что у нас отвечает за первую строчку с вами. Вот за это, да? И равно единице в нашем тензоре. Значит, мы их выписываем. 1, 3, 2, 7, 9, 8, 4, 6, 5. Выписали. Теперь мы их транспонировать должны. Транспонируем. И дальше в наш тензор, этот бета, который мы с вами будем писать, обратно размещаем на эти же позиции. А вот афонит микрофон. Так, сейчас. Метчу. Вот, получается, что мы первый слой, этот слой называется, да, извлекли и транспонировали. Получилась у нас с вами вот такая вот матрица. Так, дальше остальные слои точно так же транспонируем, пишем, что получается. Давайте самостоятельно пишем, сравним все с отредом. Спасибо. 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 Ну что, во второй строке будет? 9, 3, 6. Правильно, да. 9, 3, 6. Потому что, когда мы будем с вами вот эту вторую строчку сейчас брать, запишем ее в матрицу, то у этой матрицы 9, 3, 6, первый столбец. Значит, он станет первой строкой. Дальше у нас тогда что? 7, 1, 4. 7. Дальше 1, 4. И последнее у нас будет 8. 8, 2, 5. 2, 5. Правильно. Ну и теперь третий слой, когда извлечем, то же самое проделаем, да, уже несложно. Написать будет 4, 8, 1, 3, 6, 9. И, соответственно, 2, 7, 5. Вот. Такая у нас получилась транспонированная матрица с вот этой вот перестановкой нашей. Понятно, как делается? Понятно, как делается? Или вопросы есть? У кого вопросы есть, задавайте, да? Значит, здесь самое главное еще раз для себя понять, что вы транспонируете вот эту матрицу. То есть вы хотите перегнать ее элементы так, чтобы они встали в матрицу B, да? Поэтому не вот такая у вас идет конструкция. Это вы как бы обратную операцию делаете. А вот такая. То есть вы из этой правой части индексы переставляете так, чтобы получить Y1, Y2, 3. Потому что вы в итоге хотите иметь размещение индексов бета. Так, хорошо, давайте в продолжение этой задачи. Так, сейчас это сотру. Этот же тензор самый, но транспонирование чуть по другой перестановке будет. Так, будет такая у нас перестановка. Давайте гамма получим у нас теперь из сигма альфа. Перестановка у нас пусть будет такая. Так, Сима, 2, 3, 1. Ну вот давайте запишем ее в терминах ИЖК. Что у меня здесь тогда должно быть? Так. Народ, чего должно быть альфа? Какие коэффициенты должен иметь? ЖКИ. Да, все верно, да? Второй, третий и первый. Так, теперь, соответственно, тоже будем строить транспозицию. Значит, нам нужно теперь из ЖКИ перейти в ИЖК. Давайте сделаем несколько простых транспозиций. Поступаем, как всегда, по алгоритму. Сначала первый индекс поставим на первое место. Получится ИКЖ. Да, поменяли их местами. И следующая транспозиция у нас. Теперь второй индекс поставим на его место. Будет ИЖК. То есть здесь у нас получится транспонирование за два уже хода. Сначала делаем первую транспозицию, потом делаем вторую транспозицию. То есть вот такая у нас с вами идет как бы запись, да? Давайте, значит, соответственно, первый шаг. Значит, у нас здесь было альфа, здесь будет альфа с волной. Здесь получится наша уже бета. Значит, на первом шаге что мы с вами сделаем? Мы с вами меняем местами первый и третий индекс. Правильно? Первый и третий индекс. Значит, фиксировать мы тогда будем что? Фиксировать мы с вами будем... Слой. Слой. К. Вот этот, это не слой. Это у нас столбец. Когда мы первым... Да, это у нас столбик. Значит, соответственно, берем опять К равно единичке. Извлекаем столбики теперь из нашей матрицы. То есть вот это вот будем извлекать. К равно единице. Мы теперь столбцы извлекаем. Вот они. Получается у нас 1, 9, 4, 7, 3, 8, 4, 6, 1. Так, да, и транспонируем. Значит, у нас у альфа это на втором месте стоит, поэтому это столбец. Вот у гамма это в итоге, да, будет записано, как бы, получается, индексы, которые в столбце. Транспонируем. Соответственно, 1, 9, 4, 7, 3, 8, 4, 6, 1. И начинаем опять же писать нашу гамма. Размещаем их обратно на то место, с которого мы их извлекли. Извлеким мы их из столбиков, поэтому туда же их и пишем. У нас будет тогда... Так, значит, что у нас будет? 1, 7, 4. Дальше у нас будет 9, 3. Только это альфа с волной же, а не равны. А, это альфа с волной. Да-да-да, спасибо. Это же мы еще промежуточное действие. Альфа с волной, да-да-да. Так, здесь у нас будет 4, 8, 1. И таким образом у нас первый столбик в этой альфа с волной готов. Так, теперь дальше берем каранное 2. Повторяем процедуру. Давайте, извлекайте, получайте, чего куда пишем, говорите. Что здесь у нас тогда будет? 3, 9, 6. Да, 3, 9, 6. То есть мы идем по вот этому, да? 3, 9, 6. Дальше у нас 7, да? 7, 1, 4. Да, 7, 1, 4. И дальше у нас 3... 3, 6, 9. 3, 6, 9, да. Вот прошлись по второму столбцу. Да, поменяли просто местами. То есть мы поняли принцип действия, да? И не стали вот эту даже матрицу промежуточную выписывать. Если тяжело, выписывайте промежуточную матрицу. У меня остался третий нам столбик. 2, 8, 2. 8, 2. 7, 5, 6, 5. Соответственно, если мы его опять же транспланируем, да, то получается, что нам нужно пройти будет вот здесь по строкам. Получается 2, 8, 5. Соответственно, что там? 8, 2, 5. И 2. Потеряла 7. Так, 7, 5. Вот так. Так, на этом этапе есть вопросы? Ребята, нету, хорошо. Так, нас Zoom ограничил 40 минутами, перестал дарить неограниченное время. Значит, поэтому сейчас у нас, когда отключится конференция, нужно будет зайти в нее снова, переподключиться. Так, Этмо купила лицензию на Zoom. Они собирают там опрос. Я как бы записала, что нам с вами надо, но пока ничего не предоставили. То есть лицензия там будет до 300 человек, можно будет лекцию читать онлайн. И я так понимаю, что ограничения по времени снимут. Но пока у меня нет возможности. Пока вот что Zoom дает, то дает. Так, хорошо. Значит, это мы получили теперь альфа с волной. Теперь давайте смотреть. Для альфа с волной нам какое преобразование нужно сделать? У альфа с волной у нас теперь с вами меняется второй и третий индекс. Так? А первый остается на месте. Поэтому, когда мы сейчас будем фиксировать первый индекс у альфа с волной, тут уже надо забыть вообще про значение, и к, ж, которые были изначально. То есть для альфа это строка. К это столбец, ж это получается слой. Так вот, у этого нового нашего альфа с волной мы сейчас будем фиксировать тогда строки. То есть берем первые строки. Но это мы проделали с вами вот с этой задачей изначально. Поэтому тут мы уже с вами принцип тоже поняли. Давайте напишем, что у нас получится, и как раз переподключимся. Итак, мы теперь должны будем у этой матрицы брать первую строчку, выписывать соответствующие слои и их транспонировать. То есть брать 1, 3, 2. Это у нас и равны единичке. 9, 7, 8, 4, 3, 2. Транспонировать и записывать обратно. Так, да? Ну и дальше поехали. Наберем вторую строку и точно так же ее транспонируем и записываем то, что у нас получится. То есть будет 7, 3, 8. Дальше 9, 1, 6. Дальше 8, 2, 7. Ну и с 3, 4, 6, 1, 6, 4, 9 и 5, 5, 5. Все, мы получили наш тензор гаммы. Так, вопросы есть? Есть вопросы, ребята? Нет, нет. Все хорошо. Тогда переподключаемся. Он меня уже сбрасывает. Давайте по новой в конференцию зайдем. Я тогда останавливаю и снова перезаходим. Так, ну хорошо, пошли дальше. Значит, таким образом матрицу мы с вами пересчитали. Вот. Но если бы вас просили в задаче найти значение вашего тензора на каком-то наборе векторов, значит, у нашего тензора здесь с вами тип 3,0, поэтому, соответственно, он работает на векторах пространства В. То есть вот дали бы нам какие-то 3 вектора пространства В. Задать их можно через базис. Было бы там, не знаю, например, E1 плюс E2. Там 2, E2 минус E3, например, да? X, E3, там E1 плюс 2, E2 минус E3. Ну, к примеру, да? Либо могли задать вам столбиками координат. Так, 0, 2 минус 1. И, соответственно, 1, 2 минус 1. Ну и сказали бы, вот найдите, соответственно, допустим, гамма на этих векторах. Ну, тогда нам можно было бы избежать вот всей вот этой вот, так скажем, работы, да? И воспользоваться просто исходной нашей матрицей альфа. Потому что мы тогда бы сказали, что у нас это значение нашего исходного тензора альфа на переставленных в соответствии с нашей перестановкой вектора. То есть здесь бы мы с вами написали X2, здесь бы написали X3, а здесь бы написали X1. И дальше, так, что-то, не гонятно. Здесь бы написали X3, здесь бы написали X1. И для этого матрицу бы нам переставлять не пришлось. Дальше мы бы, соответственно, написали в соответствии просто с нашей альфой и жукатой. Далее бы наши вектора 2I, X, соответственно, у нас 3G, и X1 было бы K. Ну и надо было бы по матрице пройтись, просуммировать, посчитать вот эти слагаемые. То есть здесь не нужно было бы переставлять матрицу. Вот эта работа была бы не нужна. Здесь просто нужно было бы отнести альфа исходного к соответствующим просто векторам кси. Так что вот так. Это понятно? Рот? Да. Так, это понятно. Хорошо. Мы сейчас на примере более простом. Здесь просто много очень чисел не хочется считать. Посмотрим. Ну, здесь тоже можно, на самом деле, матрицами работать, то есть перемножать. То есть брать вот эти столбики, например, у вас двоечка, да, это соответствующий столбик. Соответственно, здесь у матрицы соответствующая строка. То есть искать опять двумерный слой, перемножать слоями. Ну, подобную работу проделать. Хорошо, давайте теперь возьмем тогда, ну, пока не возьмем, давайте тоже еще, значит, здесь остановимся. Как можно было еще нам транспланировать вот этот вот тензор? Давайте сюда напишу, чтобы пока ничего не стирать. Можно было просто пересчитывать каждый элемент и искать его исходное положение. То есть, например, начинать считать, ну, 1, 1. Это понятно просто альфа 1, 1. Дальше начинать считать 1, 2, 1. Тогда в соответствии с нашей перестановкой, это нужно в нашей исходной матрице найти альфа с номером каким? Значит, у меня тогда это 2, 1, 1, да? То есть вот у меня и ты, индекс как бы уехал назад. Так, у вас альфа перед глазами или снова написать? Исходная матрица у нас. Ну, давайте я ее здесь напишу. Так, все-таки что-то стереть придется. Давайте вот это сейчас уберу. Так, наша исходная матрица была у нас. Так, вот она, да? То есть, гамма 1, 1. Это просто альфа 1, 1. То есть, это у нас единичка. Альфа, так, я неправильно здесь написала, поэтому, да? Гамма, да? Гамма с номером 1, 2. В соответствии с нашим вот этим правилом. Это будет альфа 2, 1. То есть, вот это число. 3. Дальше. Гамма 1, 3, 1. Да, переставляю. Это будет, соответственно, значит, у нас 3, 1, 1. Ищем этот элемент в нашей матрице альфа исходной. Это первый слой 3, 1. Это вот этот наш элемент. Так, это вот этот. Это значит вот этот. Это у нас в кружочке. Вот, нашли его. Это 4. Но для матрицы гамма, когда мы пишем теперь, да, эти элементы, мы их располагаем на соответствующих местах. Это единичка, это у нас 1, 2, а это у нас 1, 3, 4. Так, все хорошо, только тут у меня 9. А, потому что я здесь опечатку, да? Здесь 9. Это 9. Ну вот, пожалуйста, переписали просто матрицу нашего тензора. Но так нужно будет проделать с каждым числом. То есть, соответственно, 27... Штургами надо девятку поставить. А, вот здесь еще, да. Спасибо, да, девятка. Вот, то есть так надо просто проделать с 27 компонентами. Ну, тут вопрос риторический. Что проще, слоями трансформировать? Или вот так вот 27 компонент, искать их новое положение? То есть, в принципе, конечно, при больших объемах вычислений, если матрица будет размером 4 на 4, все-таки слоями это, наверное, проще, чем таким вот заниматься. Но если у вас у тензора мало компонентов, тогда вот этот способ, он самый простой, самый быстрый. Давайте мы такую задачку посмотрим. В лекциях она у нас тоже была, сейчас еще одну похожую решим. Так, это все убираю. Если вопросов нет, да, убираю? Так, молчание, знак согласия. Убираю. Хорошо, так, давайте такая задача у нас тогда. Следующая, пусть у нас альфа-тензор, заданный разложением по базису своему. Так, бета, бета, сигма, альфа. Полученная перестановка, давайте, 2, 3, 1, как у нас тут была. Так. 2, 3, 1. Так, вопрос на засыпку альфа какого типа? 3, 0. Альфа у нас, соответственно, типа 3, 0. Правильно. Так, надо написать не так. Альфа принадлежит, да? 3, 0. У нас стоят линейные формы, они действуют из пространства В, да, в поле наше R. И стоит их тензорное произведение. Каждая из этих форм монотипа у нас 0, 1, 0, поэтому произведение дается 3, 0, да? Поэтому действительно, значит, альфа у нас такой, поэтому у него координаты пишутся внизу. Альфа, И, Ж, И, К. И теперь, соответственно, бета. Это транспонирование по нашей вот такой перестановке. Соответственно, бета и Ж, К у нас равно чему через альфа и его коэффициенты? К, И. Еще раз не услышала. Ж, К, И. Ж, К, И, да. Правильно, вот он, да? То есть то, что мы сейчас, собственно говоря, с вами и строили. Ж, К, И. Ну вот, значит, нам сказано, теперь, задача найти тоже действие на альфа на векторах. Кси1, Кси2, Кси3. Так, ну давайте Кси1 зададим столбцом каким-нибудь координат. Кси2 тоже зададим столбцом координат. И Кси3 тоже зададим столбцом координат. Ну вот такие у нас, допустим, вектора. Тогда что же у нас получается? Получается, что сейчас есть два варианта решения этой задачи. Самый первый и быстрый вариант – это просто записать, что бета от Кси1, Кси2, Кси3 – это альфа от Кси2, Кси3, Кси1. В соответствии с нашей перестановкой. И подействовать нашим альфа на эти вектора. Значит, соответственно, тогда что у нас будет здесь? Омега-1 от Кси1 минус 2 омега-2 от Кси1 плюс омега-3 от Кси1. Это мы в прошлый раз обсуждали, почему у нас такое покомпонентное действие. Дальше у нас 3 омега-1 от Кси2 плюс омега-2 от Кси2 и умножаем мы это напоследок на омега-2 от Кси3. Дальше мы помним, что омега – это координатные функции, поэтому омега-1 от Кси1 что нам даст? Омега-1 от Кси1 что выдает? Единицу. Единицу, да, первую координату вот эту нашу. 1. Дальше у нас что идет? Вторая координата этого вектора, она у нас 0. И дальше у нас идет третья координата этого вектора, получаем плюс единичка. Так, здесь у нас, соответственно, первая координата вектора Кси2. Мы получим с вами минус 3 плюс, дальше у нас идет вторая координата вектора, то есть еще один минус единичка. И умножить нам нужно будет на вторую координату вектора Кси3, то есть на единичку. Так, итого у нас получилось минус 8. 2 на минус 4. У нас порядок не поменялся. Где? Ну вот мы альфу считаем от кси 2, кси 3, кси 1, а подставили как кси 1, кси 2. А, это я, конечно, да, да, да. Это все неправильно, точно, точно, надо поменять порядок. Все, тогда все назад, считаем все по-другому. Конечно, переставить надо, я их посчитала по порядку неправильно, да, 3. И здесь у нас тогда 1, да. Тогда давайте, чтобы у нас не нолик получился, давайте мы тогда здесь у вектора сделаем другую координату, пусть у нас теперь минус 1 будет. Иначе у нас сейчас все занулится, минус 1. Так, тогда все, 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 все назад, пересчитываем. Да, вектораты переставить надо было. Так, тогда снова, да, первая координата у кси 2, это у нас с вами минус 1. Дальше у нас идет плюс 2. И дальше у нас идет еще плюс 2. Так, дальше умножаем 3 первых координаты, да, кси 3. Это у нас 0. И, соответственно, вторая координата у нас единичку дает у кси 3. И осталось на минус 1 умножить. Так, теперь у нас получилось тогда 4 минус 1, 3. 3 минус 3. Вот. Да, спасибо, все правильно. Смотрите, что пишу. Так обмануть недолго. Ну вот, это все. Эта задачка, вот, да, видите, в одну строку, она очень простая. Но если вас попросят написать матрицу, то есть если вопрос стоит так, а какова матрица бета, то придется все-таки транспонировать. Для этого мы должны сначала написать матрицу нашей альфа. Но у альфа очень много, мало слагаемых, потому что она выписана через свой базис, и явно тут не все компоненты присутствуют, да. У нас есть в итоге омега-1, омега-1, омега-2. Вот такое слагаемое. То есть, соответственно, альфа с координатами 1, 1, 2. Дальше у нас есть с вами 2, 1, 2. Так, что у нас еще есть? У нас есть, соответственно, 3, 1, 2, да. Что я еще не перебрала. Значит, дальше теперь идем альфа, да. Значит, 1, 2, 3 омега с омега-1 мы скомпоновали. Теперь их же, но со вторым вектором. Значит, у нас будет альфа-1, 2, 2. Будет альфа-2, 2, 2. И будет альфа-3, 2, 2. Так, ну вот вроде я ничего не потеряла. Значит, у нас 1, 2, 1, 2. Дальше 2, 2, 2 на конце, да. Теперь давайте сами коэффициенты посмотрим. Значит, если у нас 1, 1, 2, то коэффициент у нас 3. Проверяйте, пожалуйста, да. То, что еще раз говорю, здесь вот в тензорах нужно быть аккуратным с коэффициентами. Так, дальше у нас 2, 1, 2. Это значит минус 2 на 3 минус 6. Дальше у нас идет 3, 1, 2, это 3. Дальше у нас с вами идет 1, 2, 2, это единичка. Потом 2, 2 и 2, это у нас минус двоечка. И 3, 2 и 2, это единичка. Так, ребят, проверяйте правильно? Все, остальные у нас все коэффициенты альфа-нули. Поэтому матрица альфа у нас выглядит очень просто. Значит, у нас у нее 3 слоя. За слой у нас отвечает третья координата. Поэтому у нас есть элементы во втором слое. И только в нем. Вот у нас последняя, здесь только омега-2 стоит, поэтому получилось только второй слой. Поэтому матрица у нас простая. В первом и третьем слое у нас все нули. Вот, и осталось записать только компоненты вот в этот наш слой. Значит, элемент 1, 1, это у нас троечка. Дальше у нас есть элемент 2, 1, это минус 6. 3, 1, это у нас 3. 1, 2, это единичка. 2, 2, это минус двоечка. И 3, 2, это единичка. И дальше у нас тоже нули идут. Вот такая альфа. Теперь мы хотим преобразовать ее в бета. Можно делать это слоями. Но зачем нам делать слоями, когда у нас всего 6 чисел. Давайте мы посмотрим, что же они у нас дадут. То есть если я пишу альфа 1, 2, то бета у меня должно получаться в соответствии с этим каким? У меня должны быть тогда вот эти 2 индекса как бы уехать на последнюю позицию. А первый переехать на первую. Последний переехать на первую. То есть получается это 2, 1, 1. Если я беру альфа 2, 1, 2, то соответственно это бета 2, 2, 2, 1. Дальше пишу альфа 3, 1, 2. Альфа 2, это у меня бета 2, 3, 1. Альфа 1, 2, 2, это у меня бета 2, 1, 2. Так, 2, 2 и 2 тут все равно будет бета 2, 2 и 2. И, наконец, последний, 3, 2, 2, это у меня бета 2, 3, 2. То есть мы сейчас как бы обратную перестановку применили, да? Я просто вот написала по этому разницу, больше ничего. Видите, вот как они связаны альфа с бета? Как у них индексы связаны, да? Вот эти два первых индекса у альфа, они на самом деле у бета 2 последних. Поэтому я так и сделала. Два первых индекса у альфа, они это 2 последних у бета. Вот это разница просто выписала. Даже не задумываясь, какая перестановка, куда, туда, или я просто разница не писала. И теперь в бета я ищу вот эти элементы. То есть на место, значит, а в бета у меня так получается. У меня теперь первый слой, первый слой. Первый слой. И несколько элементов во втором. А третий у меня нулевой получается. Третьего слоя вообще не получилось. Содержательного, поэтому здесь нули. Ну вот, что тогда получается? Теперь, значит, ищу их местоположение. В первом слое бета с номером 2, 1. То есть вот здесь, да? Здесь, в этой точке. Это у меня альфа 1, 2. То есть здесь у меня теперь 3. Так, 2, 2. Это у меня вот этот элемент. Значит, здесь у меня минус 6. 2, 3. Это у меня 3. Все, в первом слое больше элементов нет. Остальные нули. Остальные нули. Теперь в этом слое смотрю, что у меня есть. В этом слое у меня, соответственно, 2, 1. Это опять же вот здесь. Это у меня единичка. 2, 2. Это у меня минус 2. И элемент с номером 2, 3. Это опять единичка. Вот так вот раскидала мои множители. Вот получили мы матрицу. Теперь, соответственно, получив эту матрицу, мы можем опять найти значение бета на нашем наборе векторов. Но уже используем матрицу бета. Вот это я сейчас уберу. Ответ запомним. Минус 3 у нас получилось. Здесь я напрямую подставлю к уже найденным координатам. Что мне нужно? У меня получается, что бета 2, 1. Троечка наша должна быть умножена. Соответственно, 2, 1, 1 индекс. Значит, это, соответственно, кси первое 2, кси второе 1, кси третье 1. Вот они мои коэффициенты 2, 1, индексы 2, 1, 1. Дальше у меня идет, значит, что у меня идет дальше? Минус 6, да? Минус 6. Минус 6. Это у нас сейчас элемент с номером 2, 2, 2, 2, 1. Получается кси 1, 2. Кси 2, 2. И кси 3, 1. Так, следующий у меня вот этот элементик, троечка. Плюс 3. У него индексы 2, 3, 1. Соответственно, кси 1, 2. Кси 2, 3. И кси 3, 1. Дальше идем. 2, 1, 2. Это у нас единичка вот здесь, да, в матрице. 2, 1, 2. Значит, у нас получается кси 2, 1, 2, 1, 2, 3. Минус 2. Это у нас 2, 2, 2. Поэтому 2, 2, 2, 1, 2, 3. И последний у нас остался плюс 1. Это, соответственно, значит, что у нас там? 2, 3, 2, да? 2, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Вот. И осталось подставить координаты тогда наших векторов. Значит, начинаем их подставлять. 3 берем. Вторую координату у первого вектора. Это минус 1. Так, дальше. Первая координата у второго вектора. Это еще минус 1. И первая координата у третьего вектора. Это 0. 0 получилось. Дальше. Минус 6. Но здесь опять у третьего координата 0. Поэтому будет 0. Здесь опять то же самое. Плюс 3. Первая координата у третьего вектора 0. Поэтому будет 0. Плюс здесь у нас, значит, вторая координата первого вектора. Это минус 1. Дальше первая координата второго вектора. Это минус 1. И вторая координата третьего вектора. Это единичка. Так, минус 2, вторая координата первого вектора – это минус 1, вторая координата второго – это минус 1, и вторая координата третьего – это 1. Так, плюс, последнее наше слагаемое, вторая координата у первого вектора – это минус 1, дальше третья координата у второго – это двоечка, и вторая координата у третьего – это минус 1. Так, что получилось? Тут у нас минус единичка, здесь у нас минус двоечка. Что-то не получилось, да? Сейчас проверять надо. Здесь двоечка. Где-то я неправильно считала. Так, давайте еще раз аккуратненько проверим. Значит, вот это у нас пропадет. Первые три слагаемых. Здесь у меня вторая координата первого. Это минус один. Первая координата второго. Минус один. Вторая координата третьего. Единичка. Вроде правильно. Дальше у нас минус два. Вторая первого – это минус один. Вторая второго. А, вторая минус. Так, сейчас вторая первого – это минус один. Вторая второго – минус один. Вторая третьего – это один. так и здесь у нас здесь у нас что 2 1 это минус единичка 3 2 . и 2 у 3 . плюс один здесь с 1 должен быть так здесь получается тогда минус 2 а здесь плюс 1 здесь до плюс 1 здесь мы два вот получилось минус 3 о сошлось ну вот так так есть вопросы народ вопросы есть нет вопрос все понятно понятно отлично но значит таким образом мы разбираемся с транспонируем транспонируем и соответственно разные варианты в зависимости того вы смотрите как у вас задан вектор матрица ли вот координат на насколько у вас там соответственно получается много картин от мало вы либо матрицей работаете либо соответственно короче разные способы в зависимости под задачу смотрите так хорошо с этим мы будем считать что разобрались теперь соответственно 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 что переходим следующим нашим операциям альтернирование симметрирование альтернирование и симметрирование так сейчас на секунду операция альтернирование симметрирование значит у нас с вами есть понятие косо симметричного тензора это такое который на любой сигма перестановки сигма от альфа дает знак этой перестановки на тензор это у нас называется косо симметричным есть соответственно симметричное такое что любой перестановки выдает его же вот и у нас там соответствующие свойства есть поскольку любая перестановка это у нас транспозиция то можно говорить о том что косо симметрично это если при любой транспозиции то есть меняем два индекса у нас меняются соответствующий знак да то есть если вот внизу наверху ничего не меняем внизу опять же два индекса переставим то это будет с минусом вот если два совпадут это будет 0 это для косо симметричного у нас через индексы вот такое свойство да если мы соответственно применяем к функции наш косо симметричный тензор к набору векторов и занятия опять же да то опять же разговор такой что если мы два поменяли местами у нас поменяется знак это я не пишу они за кадром они опять не участвуют если у нас два одинаковых аргумента то получим ноль вот это то же самое только соответственно в записи через вектора вот это то что касается косо симметричного а у симметричного значит у него как не представляете соответствующие до элементы он не меняется то есть у него получается что если мы индексы какие-то поменяли местами наверху все то же самое да то он не поменялся вот поэтому на любой перестановки симметричный он у нас вот таким образом работает то есть соответственно то же самое здесь если мы в любом наборе переставили альфа то ничего не произошло вот значит у нас с вами там в лекции были примеры косо симметричных симметричных по матрице с тремя слоями и там видно было что у косо симметричного всего шесть компонент отличных от нуля а у симметричного они там свойством соответствующим обладает вот хотелось бы чтобы пример конечно вы посмотрели но мы сейчас может подобное сделаем так вот операции альтернирования и симметрирования они призванные из любого соответственно соответственно слушай я перезвоню месяц занятия призваны сделать из любого тензора косо симметричный или симметричный то есть если я беру теперь любой абсолютно тензор операция определяется у нас следующим образом нужно взять сумму по всевозможным перестановкам опять конференция у нас заканчивается да что ж такое то опять придется обновить так по всевозможным перестановкам берем знак нашей перестановки и умножаем на перестановку нашего тензора альфа просуммируем вот все такие наши тензоры то то что мы получим на выходе окажется косо симметричным тензором то есть мы в результате из любого сделали косо симметричный вот если соответственно у нас мы хотим получить симметричный тензор то мы делаем ту же самую операцию но уже без знака складываем и получим на выходе симметричный тензор ну вот и вся нехитрая наука дальше только говорится следующее что если альтернирование идет по всем индексам то как бы без проблем а если по каким то то мы вводим понятие вот этих квадратных скобочек и говорим что вот у нас есть какой то здесь набор индексов да если мы такие квадратные скобочки взяли то это означает то что альтернирование идет по всем индексам если мы какой то при этом индекс или несколько хотим исключить то мы берем вертикальные такие скобочки то же самое с симметрированием да если мы будем симметрировать по всем индексам то мы их все вот так в круглые скобочки возьмем если какой то хотим исключить один или несколько мы их вертикальные скобочки заключаем все дальше уже вопрос техники вопрос выписания формулы вопрос того чего у нас происходит Так, сейчас мы такую задачку с вами возьмем, посмотрим. Ну давайте на примере матрицы, опять же, 3х3 возьмем, на трехслойной. Так, ну давайте для разнообразия будем считать, что тензором у нас наверху индекса записано, чтобы не было ощущения, что у нас все время только внизу пишется. Итак, пусть у нас из ЖК, и нужно сделать такую операцию, операцию симметрирования и операцию альтернирования выполнить по всем индексам, да, в данном случае у нас стоит. Давайте мы назовем, это у нас будет бета, это у нас будет гамма. Вот два таких у нас тензора. Так, альфа у нас задан матрицей своей, матрица выглядит так. Так, значит, ну давайте смотреть. Если мы хотим с вами сейчас получить, скажем, да, тензор, который у нас с вами, соответственно, в результате операции симметрирования, то здесь у нас сейчас стоит по всем индексам, то есть нас просят, собственно говоря, вот такую операцию выполнить, симметрирование нашего тензора по всем индексам, то тогда мы с вами пишем следующую формулу, мы пишем, что b, так, у нас наверху индексы, да, сейчас, секундочку. Так, бета и один, и два, и три, он получается по формуле единичка поделить на три факториал. Сумма по всем перестановкам из множества 3, да, и дальше у нас здесь идут всевозможные перестановки сигма от нашего тензора альфа. То есть получается и сигма 1, и сигма 2, и сигма 3. Вот такая конструкция у нас с вами получилась. Значит, получается тогда, что у нас здесь стоит одна шестая, и дальше мы должны попереставлять всевозможным образом вот эти один, два, три. То есть, ну давайте мы будем просто писать на примере конкретных уже элементов, я тогда сейчас тут сумму не буду писать. В общем виде, да. Давайте будем сразу строить наш, собственно говоря, тензор. Как он тогда у нас выглядит. Соответственно, я хочу, если получить элемент, скажем, i, j, k. Пускай все три индекса у меня сейчас разные. Я пишу тогда формулу 1, 6, и перебираю всевозможные перестановки из моих индексов. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть альфа, i, j, k плюс альфа, i, k, j плюс альфа, i, k, j плюс альфа, j, k, j. И, наконец, на первую позицию k поставлю, i, j, i плюс альфа, k, j, i. Так, формула, понятно? Рот? Да. Отлично. Хорошо, теперь мы давайте найдем, где наши эти элементы находятся. Значит, соответственно, мне нужно будет посчитать, если все у меня три разные, то понятно, что если я теперь вот здесь вот выполню перестановку элементов, да, то получу, собственно говоря, те же самые значения. То есть, на самом деле, это равно i, k, j. Это равно β, j, k. Это же равно β, j, k, i. И это же равно β, j, k, j, i. Вот это понятно? Почему? Потому что если я сейчас запишу, например, β, j, k, t. Ну, я здесь начну с j и k, но дальше я все попереставляю, опять же, шестью способами. Поэтому каждый из этих элементов все равно пробежится. Согласны? Да. Да? Осознали? Что на самом деле все равно перебирается та же шестерка вот этих индексов. Шесть позиций вот этих разных, да? Поэтому получается, что для вот этих всех чисел, то есть, если я возьму сейчас все три разные числа, один, два, три, вот они у меня будут разные. То есть, это если у нас i, j, k разные, у меня получается, что это все правда. Ну вот, тогда получается, что мне достаточно сейчас посчитать b, один, два, три, и потом разместить в матрице на этой позиции все вот эти вот наши числа. Давайте посчитаем. Значит, одна шестая у нас тогда, да? Ищем наши элементы. Значит, у нас альфа 1, 2, 3 будет плюс альфа 1, 3, 2 плюс альфа 2, 1, 3 плюс альфа 2, 3, 1 плюс альфа 3, 1, 2 и плюс альфа 3, 2, 1. То есть, это по моей матрице надо пройти по тем элементам, у которых все индексы разные. Так, давайте будем их искать. Где они у нас? Где они у нас? Значит, 1, 2, 3. Это так. Это у нас третий слой и третий слой, да? В третьем слое это 1, 2. Вы второй слой взяли сейчас. А, я второй еще слой взяла. О, черт. Сейчас, 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 сейчас. Затемить можете. Сейчас, секунду. Вот так. Значит, это у меня второй слой, третий слой, третий слой. Это вот эти элементики, да? Так, во втором слое у меня 3, 1 и 1, 3. Вот эти элементики. Так, а в первом слое у меня получается 3, 2 и 2, 3. Это вот эти элементы. Так, мы их суммируем, да? Что у нас получится? Получается, у нас 1 минус 1, это 0. 3 плюс 3, значит, что у нас там 6. Плюс 6, 12, да? Итого 2. Так вот, теперь в матрице нашей бета, соответственно, я размещаю их на эти же позиции, получается. Потому что для бета у меня как раз тоже все элементы с разными номерами, с разными индексами, да, они будут занимать вот эту позицию. Получилось у меня здесь двоечка, здесь двоечка, здесь двоечка, здесь двоечка, и вот здесь двоечка, здесь вот двоечка. Вот так. Согласны? Молчание – знак согласия. Так, нас сейчас, походу, опять отключат. Поэтому, значит, опять придется переключиться. Ребята, я, конечно, заняюсь, но полтора часа сейчас заняюсь.